Добрый день, дорогие читатели! 4 февраля 2023 года исполняется 150 лет со дня рождения знаменитого писателя и публициста Михаила Михайловича Пришвина. Первый рассказ писателя был опубликован в 1906 году. Затем выходит в свет его книги «Крыль неупуганных птиц» у стен града невидимого за волшебным колобком. Эта книга очерков была написана на основе впечатлений от путешествия по Архангельскому Северу. Главные темы творчества Пришвина – это размышления о смысле жизни, о связи человека с природой. И сегодня мы с вами обратимся к интересному рассказу писателя под названием «Ястреб и жаворонок». В основе сюжета – случай из жизни двух охотников, который навсегда остался в их памяти. Что же произошло? Сейчас узнаем. Итак, Михаил Пришвин, «Ястреб и жаворонок». Пришли к нам два огромных охотника с добрыми лицами, похожие чуть на медведей. Один побольше, другой поменьше, один повыше, другой покороче. «Не жалко вам охотиться?» – спросила моя жена. «Когда как?» – ответил охотник повыше. «Бывает и жалко!» – сказал кто потолще. «Бывает!» – подтвердил высокий. «Бывает, даже весь сморщишься, чтобы только слезы не закапали». Мы оба с женой улыбнулись, представляя себе, как сморщились от жалости эти медведи. «Расскажите, – попросила жена, – случай, когда вы поморщились. «Расскажу!» – ответил толстый медведь. «Ты, наверное, о жаворонке?» – спросил высокий. «И о ястребе!» – ответил толстый. «Хорошо, начинай. А если соврёшь, я стану тебя поправлять». «Нечего поправлять. Я расскажу всё по правде, как это было. Это было в конце лета, в начале августа. Мы подходили полем к лесу, где водятся рябчики. Впереди – в травке, показываясь на лысых местах, бежал от нас жаворонок. «Миша!» – говорю я. Короткий показал на высокого. «Миша!» – говорю я. «Ты понимаешь, почему жаворонок столько времени бежит от нас и не улетает?» «Понимаю, – отвечает, – где-нибудь ястреб на него метится. А не думаешь, что у него где-нибудь запоздалое гнёздышко, и он нас отводит?» «И только я это сказал, вдруг, откуда ни возьмись, ястреб!» Жаворонок вмиг стал на крыло, и тут пойму и гроб. Но, к счастью для него, рядом был лес. И он влез, и ястреб за ним влез. Но где тут ястребу вертеться между тесными деревьями? Они исчезли в лесу, и мы занялись рябчиками. Сделали мы в лесу кружок. Ни один рябчик на мне отозвался. И так мы пришли опять на то место, где вошли в лес. «Миша!» – говорю я. «Мне что-то есть захотелось. Давай закусим и пойдём на другое место, в Антонову сечу». «Хорошо!» – отвечает он. «Стели газету!» Вынул я из сумки газету. Расстелил на чистом местечке на просеке с катертью. Нарезал хлеба, колбаски и ещё тут было кое-что. Пока я этим занимался, Миша от нечего делать свистел в манок рябчиком. «Слышишь?» – вдруг прошептал он. «Слышишь?» И я слышу так ясно. Рябчик на в лесу отзывается. Бросил я с катерть самобранку, схватился за ружьё. Жду. «Летит!» – шепнул Миша. «А это бывает далеко слышно, когда рябчик на манок порхает с дерева на дерево. И всё ближе, ближе». И вдруг наш рябчик отозвался внизу. «Бежит!» – шепнул Миша. «Я только ружьё перевёл вниз на траву, чтобы встретить его, как вдруг он где-то пырх!» Дальше, дальше и улетел. «А из травы выпекает к нам жаворнок. Мы оторопели, глазам не верили. Как это может быть, чтобы полевая птица жаворнок стал бы бегать по лесу?» «Да ведь это же наш!» – сказал Миша. «Тот самый, что жался к нам в поле от ястреба». И только он это прошептал, вдруг слез за жаворноком из травы, тоже пешком выходит ястреб. Тут сразу стало понятно, и чего рябчик испугался, и как в лес попал жаворнок. Но мы и глазом мигнуть не успели, а не то, что ружьёв скинуть и убить. Ястреб взмыл и пропал. А жаворнок тоже вмиг на крыло, и со всего маху – бац! – к нам на газету. Сидит и головкой на бочок, глянет вверх, нет ли ястреба. И сейчас же, вслед за этим, на другой бочок скривит голову, и глазком своим маленьким, то на меня, то на Мишу. Мы сидим не живы, не мертвы, боимся шевельнуться, боимся спугнуть. И как подумал я тогда, что он это к нам, людям, по защиту прибежал. Так чувствую, что-то кислое подкатывается глазам. Ну и жалко, конечно, жалко. А вы ещё спрашиваете, не жалко ли нам охотиться? Конечно, жалко бывает. Чем же всё кончилось? – спросили мы. Ещё далеко не кончилось, – ответил охотник. Жаворнок мало-помалу успокоился, перестал на небо поглядывать и уставился на нас обоих. И, конечно, понял, что разные мы с ним, не о чем нам между собой говорить, и что лучше всё-таки от нас подальше. Хвостиком по газете помахал, поклонился и побежал. Нет, куда там, этим не кончилось. Упрямые охотники эти истреба. Мы-то о нём забыли, а он где-нибудь недалеко сидел, на сухом дереве и за всем нашим делом следил. Так вот и помните, что когда видите на лесной поляне, на высоком сухостое, ястреб неподвижно часами сидит. Он это не просто сидит, он ждёт. И вот только мы проводили жаворнка, только-только приняли за еду, вдруг опять к нам жаворнок летит. И бац, опять к нам на газету. Но тут Миша успел, схватил на вскидку без прицела в ястреба. И он комком полетел и стукнулся. Слышно было, как стукнулся обо что-то. — Не жалко вам ястреба? — спросил Миша мою жену. — Нисколько, — ответила она. — Вы молодец, Михаил. — Иванович, — подсказал охотник. — А вы спрашиваете, жалко или не жалко охотиться? Бывает по-разному. А жаворонка мы отпустили, и он вернулся в поле. Как знать, может быть, там ещё и семейство у него было. Вот такой замечательный рассказ Михаила Пришвина мы с вами прочитали. В Центральной городской библиотеке имени Ломоносова много книг этого писателя. Пожалуйста, приходите, читайте и открывайте для себя новое. Спасибо большое за внимание. До новых встреч! Продолжение следует...